Пожар в поликлинике не и материнство, и детство. Такова легенда учений, которые прошли в Иванове во вторник днем. В здании обычный рабочий день. Здесь, как всегда, много врачей, посетителей, пациентов, среди которых малыши и беременные женщины. Количество сотрудников, работающих в поликлинике, 43 человека. Плюс пациенты где-то в день у нас в неделю проходит порядка 200 приемов. То есть, вот считайте, это приходят папы, мамы и дети. Наполняемость очень большая, и поэтому вот такие мероприятия, такие тренировки, они вообще-то нужны и важны для того, чтобы люди понимали, что может случиться все, что угодно, и они должны быть готовы к тому, чтобы в первую очередь спасти сами себя. С момента включения сигнала тревоги и до полной эвакуации людей из здания проходят считанные минуты. Никакой спешки, спокойно, но оперативно. Похвальная слаженность. Теперь участники эвакуации становятся ее зрителями. Черед спасателей тренироваться. Первый расчет прибывает на место через пару минут. По легенде учений возникло возгорание в кабинете невролога на третьем этаже. Прибывшим подразделениям была поставлена задача по поиску очага и эвакуации сотрудников и персонала, а также людей, которые посещают данную поликлинику. Задача усложняется. В условно горящем кабинете сотрудница поликлиники. Эвакуироваться со всеми она якобы не смогла. Помешала стена огня. Выход один. В окно. Буквально через минуту человек был спасен. Конечно, в условиях реального пожара все было бы намного сложнее. Но цель огнеборцев – отработать алгоритм действий – достигнута. Общую оценку пожарно-спасательным подразделениям, руководство объекта можно поставить смело, хорошо. Время эвакуации они уложились. По расчетам эвакуация должна здесь занимать не более 7 минут. Время эвакуации на сегодня составило 6,5 минут. Показатель этот более чем уверенный. А молодые мамы и доктора теперь еще больше уверены в собственной безопасности. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.